Приветствую вас на канале Школа доктора Скачко! А я доктор Скачко! Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. Если вы последовательно просматриваете видео на этом моем канале, то серия Школа доктора Скачко 2 сезон относится к системе как правильно пить воду. И вы уже наверняка знаете, что абсолютно бессмысленно вам определиться. Пить вам нужно полтора либо два литра воды в сутки. Для вас лично это не имеет ровно никакого практического значения. Для большинства из вас. А лишь теоретическое значение, что воду пить нужно. Да, конечно. Человек среднего роста, средней комплекции, за среднюю продолжительность жизни, в которой он ввел средний уровень активности, проживающий в более-менее комфортных условиях, употребляет примерно 80 тонн воды. При этом выпить один-два литра некачественной воды и очень легко умереть от пищевого отравления. 80% по статистике отравлений сегодня переносятся через воду. Возбудители различных инфекций, различные токсические вещества переносятся через воду и на сегодняшний момент риск развития отравлений через воду достаточно высок. Но можно выпить даже с самой качественной воды. Пару литров не вовремя. Либо не выпить вовремя. И вы можете легко и просто умереть от заболеваний сердечно-сосудистой системы. сердце зависимо от того, какого качества кровь перекачивает. 10-15 тонн крови в сутки перекачивает сердце обычного человека. И огромное значение имеет вязкость крови. Которую частично определяет правильное употребление воды. И если раньше с качеством воды определиться было проще, нужно было выбрать правильный источник, удаленный от явных загрязнений, то сегодня пить природную минеральную воду достаточно проблематично. И большинство почему-то предпочитает пить техническую воду. Я же предлагаю вам пить правильно диетическую воду. И такая информация со временем появится на моем канале. Вы поймете, что это такое. Потому что под каждый вид активности, до, а не после, вы должны правильно пить воду. Вы должны правильно пить воду в начале своего рабочего дня. Вы должны правильно пить воду перед едой, во время еды, после еды, перед занятиями спортом. Разные виды воды нужны? И я вам объясню, как же правильно это делать. Смотрите видео дальше. Вы поймете, чем отличается вода природная от воды технической и от воды диетической. Они в разные периоды времени могут быть. Каждая вода может иметь разное для вас значение. Смотрите видео дальше. Тысячи лет развития цивилизации человек употреблял чистую природную минеральную воду. В которой в разных соотношениях находились различные макро-микроэлементы, необходимые для нормального обмена веществ. Но последних 100-150 лет назад ситуация резко изменилась. Резкая активация хозяйственной деятельности человека привела к тому, что в окружающей среде появилось около четырех с половиной миллионов только по названию различных химических веществ. Которые находятся во вдыхаемом воздухе. Которые находятся на поверхности почвы. Которые с осадками попадают в поверхностные воды. И уже чистая природная минеральная вода, она экзотика на планете Земля. Осталась природная минеральная вода, но грязная. И несущественно вы ее получаете через колодец. По вкусу вам кажется, что вода вкусная, она хорошая. Либо это скважина, либо ручей, либо родник, либо речка, озеро. Источник любой. Но поверхностные источники воды они открыты. Иными словами, с воздухом, с осадками. Ветер занесет все что угодно в эту воду и обогатит ее различными химическими веществами. Которые для здоровья не нужны. В организме человека эти вещества никогда не появлялись. И использоваться правильно не могут. От них нужно избавляться. Организм с ними будет бороться. Тратить силы на борьбу с химическими веществами. А в вашем организме будут хозяйничать бактерии, вирусы, грибки, онкоклетки развиваться. Как поступает большинство? Воду безусловно нужно очищать. Но не переочищать. Когда удаляются из воды вместе с опасными химическими веществами, солями тяжелых металлов и те макро-микроэлементы, которые всегда в ней были. Иными словами, вы получаете чистую воду. Она уже не природная. И она уже не минеральная. В данном случае ваш организм получает еще один стресс. Если раньше нужно было с чем-то бороться, то теперь вопрос где взять? Конечно можно соединить чистую воду и продукты питания. Если вы все делаете правильно, у вас получается диетическая вода. Вода обогатится теми природными макро-микроэлементами, которые находятся в продуктах питания. Пить такую чистую воду можно, но только по жестким показаниям. А основную часть времени, основной объем этой воды нужно просто правильно использовать в системе питания. Но! Можно воду и не переочищать. Иными словами, удалить из нее вредные компоненты. А те природные полезные компоненты, которые были, оставить. В итоге мы получаем очищенную природную минеральную воду. Которая также мы к ней больше привыкли, чем к абсолютно чистой воде. И вряд ли скоро привыкнем к воде сегодняшней природной загрязненной. В данном случае организм получит больше пользы. Ему нужно меньше работать над тем, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ. потому, как он получает безопасную воду и правильное питание. Эти моменты нужно учитывать при выборе воды для вашего здоровья. Потому, как вода по весу все-таки номер один. Примерно 80 тонн воды все-таки за продолжительность среднюю жизни нужно употребить каждому человеку. Но! Если вы живете в условиях жаркого или влажного климата, потребность в воде резко увеличивается. Если вы ведете физически активный образ жизни, занимаетесь спортом, фитнесом, потребность в воде увеличивается. И вот эту потребность увеличенную нужно обеспечивать правильно. Когда-то используя чистую техническую воду, когда-то используя правильно диетическую воду. И с большой осторожностью используя сегодня природную минеральную воду. Потому, как по качественному составу она может серьезно отличаться от той, на которой человечество было возвращено. Вот на этой позитивной ноте я это не самое длинное видео на своем канале буду заканчивать. С привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И пока вы думаете с кем поделиться этим видео, поставьте! Не забудьте поставить лайк на это видео! Потому, как я думаю, что интересную, интересно поданную, под иным углом зрения, как вы привыкли, информацию, вы сегодня получили. А вот как правильно использовать диетическую воду или техническую воду для вашего здоровья, вы узнаете в следующих видео на моем канале. Буквально следующее видео, которое появится, будет относиться к системе с чего начинать день. Как правильно пить воду утром натощап, чтобы запустить правильно свой рабочий день, чтобы он прошел максимально продуктивно, максимально результативно и с минимальным риском для вашего здоровья. Так как ситуации различные могут возникать в этой жизни, главное, чтобы вы правильно на них реагировали. Правильно употребляли воду, правильно дышали. Это серия видео школы доктора Скачко. Первый сезон «Как правильно дышать» на этом моем канале. Если вы подписчик моего канала, наверняка вы уже их просмотрели. Если это видео вы нашли среди первых, не забудьте подписаться на канал. И вернитесь к самому началу. Найдите первые видео на канале и последовательно просмотрите их. Ваше здоровье в ваших руках, ваше отношение к своему здоровью определяет ваш уровень здоровья и вашу продолжительность жизни. Врачи могут только помочь направить вас в нужном направлении. А уж двигаться вам придется самостоятельно. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! Продолжение следует... Продолжение следует...